Всем привет и слава Украине! Сегодня у нас сектор безопасности с хорошо знакомым и любимым вами Агилем. Приветствую, Агилем, очень рад тебя видеть. Приветствую, Гила, взаимно. Ты отдыхал, там был в разъезде, соскучились по тебе. Взаимно по тебе зрители канала скучают, я тебе скажу мнение зрителей канала, они тебя бы с удовольствием видели каждый день. Мне многие писали, говорят, ну почему, говорит, Агилем с Агилем могут, а мы с Агилем нет. Вы знаете, дело в том, что я отвечу на этот вопрос, я тоже встречаю такие вопросы. Дело в том, что нам с Гилой будет не о чем говорить каждый день. Я протестую, нам всегда есть о чем поговорить. И, скажем так, у меня, мои возможности мне не позволять каждый день выступать, даже раз в неделю выступать, но я по возможности пытаюсь как бы это дело делать. Приветствую твоих зрителей, по большей активности, пусть лайкают, подписываются. Поехали? Поехали, да. Но только скажу, что информационный спонсор у канала есть, это у этого выпуска есть, и это фейсбук-страница Агиле Рустамзаде в фейсбуке. Подписывайтесь, читайте, потому что без этой страницы, без того, что вы будете читать эту страницу, вы очень много не поймете в наших передачах, оно вам надо, вам же хочется все знать и во всем разбираться, поэтому давайте, ребята, очень просто, набрали в фейсбуке Агиле Рустамзаде и подписались на его страницу. Это можно сделать прямо сейчас, пока вы смотрите и слушаете нас. А теперь начнем прямо оттуда. Я сейчас возьму цитату. Анализ открытых источников информации за последние 7 суток указывает на то, что группа Рамштайн перешла Рубику. В Украину необходимо для масштабных наступательных операций количество поступает, поступит западное тяжелое вооружение, танки, боевые машины, пехоты и так далее. Когда-то был такой художественный фильм «Ромео должен умереть». У меня появилось желание посмотреть этот фильм, я знал название, но тебе сказали, Карфаген должен быть разрушен. Честно говоря, Карфаген должен быть разрушен, это мы знаем с детства, но Ромео должен умереть, мне больше нравится. Итак… именно сейчас Запад перешел этот Рубикон и в чем он заключается? Дело в том, что коллективный Запад, он не однородь в своих взглядах на проведение боевых действий, на оказание военно-технической, даже экономической помощи для Украины. Долгое время это касается особенно политической элиты Европы. Эти страны избегали передачи Украине тяжелого вооружения, танков, боевых машин, пехоты, необходимых для проведения наступательных операций. Но дело в том, что паровоз и основной спонсор, который обеспечивает Украину, Соединенные Штаты Америки, создавая вместе с украинской армией, с украинским народом, создавая новую реальность, подталкивает, подталкивает вот эти колеблющиеся европейские страны к принятию решений. Этот пост был превращен не к тому моменту именно. Я как бы видел месячную перспективу. Я думаю, что определенные результаты даст встреча в Рамштане 20 января. Я думаю, что оружие пойдет в Украину. Другое дело, другое дело, что многие постсоветского пространства, в основном даже в Украине, под много оружия понимают то, что вот сейчас будет оружие на 100 тысяч человек, и украинская армия одной маступательной операции выделена к своей границе в 1991 году. Вы знаете, в отличие, вот почему я указал именно постсоветского пространства, вы знаете, дело в том, что мировоззрение Запада, оно рассчитано на долговременные проекты. Люди на Западе привыкли больше не к тактическому мышлению, а к стратегическому. И я так же, как я не понимаю, что выходом Украины на границе 1991 года, скорее всего, эта война не остановится. Да, может быть, закончится мирными переговорами эта военная кампания, но украинско-российский вооруженный конфликт, он останется. И поэтому, и поэтому именно применением всех инструментов, истощением экономической Российской Федерации, сильное политическое давление на верхушку Российской Федерации в купе с победами украинской армии должно привести к тому, что Россия капитулировала со всеми вытекающими последствиями. То есть, вот Запад прошел рубиком на поставку оружия, и как мы видим, этого тяжелого наступательного оружия, ну, хватит на оснащение максимум одной бригады. То есть, Украине не дают столько оружия, чтобы она могла вести широкомасштабные наступательные операции. У американцев прагматический подход истощить экономику, истощить военно-промышленный комплекс, чтобы он не смог, он не мог производить. После этого уже проводить как бы параллельно наступательные операции. И в этом есть смысл. И это хорошая стратегия. Кстати, да, в этом есть смысл, хотя очень многие начнут говорить, ну как же, там же люди гибнут, надо же быстрее. И вот я помню, с первых же передач, с первых же передач, ты говорил о том, что, ну, не бывает так, чтобы дали много танков и сразу же всех-всех победили. Да, конечно, конечно, Гео. И насчет, насчет потерь, это надо говорить с обществом, надо объяснять обществу. Вот я хочу обозначить такую вещь, что вот два-три активных боев в Солидарии привели к жертвам с обеих сторон. А когда активные боевые действия, то эти жертвы будут каждый день, каждый час, скажем месяц, скажем два месяца, скажем три месяца. И если взять как минимум по 500 убитых украинцев в день, давайте посчитаем, сколько человек потеряет Украина через три месяца. Вот поэтому, вот поэтому, вот то наступление, которое прогнозировал в том числе я, что будет крупная, я всегда говорил, что не широкомасштабная, а крупная наступательная операция, вот она отодвигается. Вот она все время отодвигается, и я вижу, для чего это делается. Вот скажем, ни от кого не секрет, что Украина стала использовать дроны Камикадзе. А если будет три раза больше через месяц? Российская армия растеряет очень много боевых техники, и она уже теряет. Об этом же говорят российские военкоры, что, по-моему, рота, рота выехала на задание, и эту роту эти дроны Камикадзе уничтожили. То есть речь идет не о пехотной роте, а как бы на мотоцелковой роте, на боевых машинах пехоты. То есть вы имеете возможность истощать ресурсы противника, те, которые он не может восполнять. А боевая операция с масштабным применением войск и самой тяжелой техники, пехоты, это всегда жертвы. Это всегда жертвы. И вот давайте как бы проанализируем, после проведения Хештонской операции, если бы украинская армия стала выдвигаться на Запорожском направлении, она была бы окружена и ничтожна. Это же результаты симуляции, они доступны, это все слышали. И просто гражданским людям сложно об этом судить, и разные люди делают различные заявления, и у общества в голове появляются знаки вопросов. Надо работать с гражданским обществом, надо их готовить, надо им все объяснять. Ну сейчас вот все говорят о БМП, боевой машине пехоты. Знаешь, я вспоминаю времена моей молодости, когда БМП расшифровывались еще братской могилой пехоты. Вот говорят о БМП Брэдли Их М2А2. Это видимо новая модификация, это новейшая, кстати, модификация, которая поставляет. 50 боевых машин. Уже было сказано, что это не много, но... Поставляет ОДС, то есть боевые машины пехоты, которые были разработаны, которые были модернизированы по итогам войны в Ираке. В Ираке БМП-2 очень хорошо себя показали. Ты можешь себе представить, они уничтожили больше танков, чем Абрамс. Их было больше. У них есть ракеты ТОУ, и у них очень хорошая система разведки. И пока иракский Т-72 там искал что-то, пытался подойти поближе, чтобы выстрелить, они этими ракетами ТОУ уничтожали иракские танки. Да, это очень хорошая машина. И в отличие от советской, которая именно, да, была братской могилой, Брэдли себе очень хорошо зарекомендовала с различных конфликтами. Там не только Брэдли, там и Мардер. Мардер, да, это немецкая техника, да. Чем отличается это, а не Брэдли, Адмандер? Есть различия, в принципе? Конечно, это же не аналоги, это же не прямые аналоги, и там различные взгляды на их роль. Но по огневой мощи, по огневой мощи Брэдли превышает. У Брэдли противоракетный комплекс, они дальше бьют. У него очень сильная станция поиска, обнаружение целей, возможности воевать в нем ночью. А немецкие, скорее всего, будут передавать то, которое сохранится у них на складах. Да, он может применять противотанковые ракеты, Милан. Но у них дальность применения как бы поменьше. И, скажем так, вот привилегительно по живучести, по проходимости, это одно и то же. Но по мобильности немецкая машина, она как бы, скорость у него больше. Да, а вот так эти как бы машины, лучшие машины, боевые машины пехоты, наше время, по состоянию на сейчас. Я скажу, что вот именно вот Брэдли, даже в обороне, даже в обороне, может существенно увеличить огневые возможности. Вот скажем, если бы под Солидаром были бы такие машины, их было бы, если бы больше, даже если даже БТР-4 украинский был бы больше, я думаю, что ЧВК Вагнил не достигли бы такого успеха. Налицо то, что украинская армия... Вот почему ЧВК Вагнил стал использовать тактику малых пехотных групп. Это означает, что украинской армии очень мало оружия именно на короткой дистанции. Это минометы, это пулеметы. Да, вот этим именно российская армия пытается пользоваться, ЧВК Вагнил. Да, но Солидар там есть, это тактический успех украинской армии. Я думаю, украинская армия сделала из этого вывод. Да, но в целом, в целом, вот именно вот Мордеор и БМП Брэдли, я считаю, что эти системы, которые... Их мало, их немного. Они незначительно увеличат возможности украинской армии. Знаешь, я сейчас задам несколько некорректный вопрос, может быть. Смотри, а можно было это раньше поставить? Изменило бы ли это как-то под войной или что-нибудь? Или опять-таки... Гела, есть ли в случае с Хаймарсом, даже не с Хаймарсом, я тебе говорил, что количество Хаймарсов превышает 800 пускового установки. Дело в том, что они не хотят ускорения войны. Они могли это сделать. У них, даже об этом Фарейк Полиси недавно написала, у них задел, у них очень большой задел на случай конвенциальной войны с Россией или с Китаем. Вот скажем, там на хранении 3000 танков Абрамс. Но Герла, без того, как посыпется это государство, это государство победить невозможно, Герла. Ну невозможно его победить. Ну, оборонка работает, что-то пичкает. Ну, призвали 500 тысяч. Теперь убивай, воюй с этим 500 тысяч человек. То есть есть стратегический подход. Они хотят истощить эту страну, лишить ее возможности производить оружие. Это даже стрелковое оружие. А после этого уже медленно, медленно, медленно додавливают. Они регулируют динамику этой войны. Вот мы имеем дело почти с трехмесячным снижением уровня поставки боеприпасов. Вот я сам делал прогноз на 2023 год. Но вот как я уже ощущаю, что вот если такими темпами пойдет, то в 2023 мы можем ее уложить. Потому что украинская армия сильно снижает боевые возможности, наступательные возможности. А в параллельно с этим вот вчера, как бы я уже прочитал, мысль, что будут введены санкции, точечные санкции, чтобы вот как бы разрушать именно оборонно-промышленный комплекс. То есть это делается с задумкой. То есть тут нет того, что что-то жалеет, что-то не жалеет. Нет. Тут все делается, тут все служат цели, цели. Капитуляция Российской Федерации. Слушай, ну зато Министерство обороны России, оно, что значит, Брэдли еще не поставлено. Они говорят уже, что четыре машины Брэдли они уже уничтожили. Они в сентябре это сделали, Гилла. Гиперзвуковыми ракетами на территории Соединенных Штатов Америки они уничтожили четыре Брэдли. Так что период не 50, а 46. Причем именно те, которые собираются сейчас поставлять благородность. Ну вот, бывает такое. Ну, есть поговорка, что на войне любви все средства хороши, да? Ну, да, но если от этого средства станет легче им, то пускай говорят, ладно, бог с ним. Странная вещь, мардер мардером, но Германия в довесок к мардеру передала еще и батарею Патрио, которую она раньше не собиралась передавать. Это они про что? Это они про то, что мы хорошие, мы сейчас будем все давать? Нет, Гилла, я, по-моему, говорил, у них, у каждой ракеты имеют срок ранения. И твердотопливные ракеты обычно имеют срок ранения 7-10 лет. И у немецких Патриотов уходит срок ранения. И они должны потратить деньги на то, чтобы как бы сделать утилизацию. Франция еще как бы виляет туда-сюда, но уже Германия уже политическую конъюнктуру почувствовала. И она будет идти строго в этом форватере. Да, думаю, что положительно решатся все вопросы. Петрию-то они передадут тоже. Как-то так. Слушай, по поводу Франции. Есть такой, они тоже передают аннекс. То ли легкий танк, то ли не танк, а просто боевая машина пехоты. Это насколько эффективное оружие? Гелла, в зависимости от решаемых задач, от, скажем, концепций, которые разрабатываются для армии, такое гибридное оружие, скажем так, или неклассическое оружие, которое соответствует принятым стандартам, есть, бывает. Оно состоит на вооружении различных стран. Это обозначается как легкий танк. из-за своего калибра, там 105-й калибр. Другие считают его машинальной поддержкой. Его передача однозначно, однозначно, это большой плюс, потому что 105-й калибр – это пушка кема. Помнишь в Запорожье, в России они закапывали землю, старые там? И кроме этого, кроме этого, да, однозначно, вот, как бы, только с ним нападать, однозначно. Это самоубийство. Потому что боевые танки противной стороны будут иметь преимущество в дальнейшей поражении. Но если, скажем, под защитой Брэдли, которые выкашивают танки, уничтожают все угрозы, которые могут… Это же пушка. Это же пушка. Они могут дополнять друг друга и обществлять наступательную операцию. То есть это танк для специфического, специфического применения. Вот, скажем, в отличие от «Леопада», его в бой не отправишь. Потому что любой танк, даже старый Т-72, имеет преимущество от него дальность огневого поражения, его уничтожит. То есть, если создавать условия для его функционирования, то, конечно, это техника, которая и окажет свою роль. Еще говорилось о том, что паладин такую гаубицу, гаубицы паладин, значит, 18 самоходных гаубиц паладин. Вот мы об этом говорили, я помню, месяца три назад. Так вот, очень много разного оружия. Паладин, три семерки, это, вот это все, как это вместе они совмещали? Это ад для логистики. Это ад для логистики. Ни одна страна в мире никогда не воевала с таким многообразием оружия, с таким многообразием стандартов, подходов. Это ад для логистики. Вот я просто, у меня на голове шляпы нет, но я бы ее снял перед логистическим командованием, как украинская армия. Российская армия одни и те же стандарты, одни и те же танки. Они проваливают свою логистику, а эти парни умудряются обеспечивать логистику. У них только самоходных артиллерийских установок различных калибров, различных систем, где-то семь или восемь штук. Вот вы представьте, как чудовищно перенапряжены силы логистики. Это очень сложно делать. Это очень-очень сложно. И для планирования боевых операций очень сложно. Потому что именно для планирования, для логистики всегда армия настаивает на унификации. На унификации. Ну, скажем, стоят рядом три САУ, в одной бригаде, скажем, однотипный САУ, у одного, скажем, прицел сломался, у другого, скажем, шасси не работают. Взяли, по-быстрому установили, применили. Это основа, это тот бонус, который помогает армии успешно воевать. А у них тут всего столько накопилось, то это А для логистики. Тем не менее, они вроде бы как, ну, я не знаю, насколько там эффективно, но так или иначе справляются. Да, действительно, шляпу можно... Однозначно справляются. Однозначно с логистикой в украинской армии не сглазить, все нормально. Знаешь, всегда было, всегда, вот еще одно, это самое, два шведских вездехода Рендваген 202. Два шведских вездехода, но это... А в Петербурге еще 10-12 машин. Келло, это очень хорошие вездеходы, это специфические вездеходы. Ты, наверное, видел, есть вездеходы, которые работают в заснеженных курортах, там у них и гусеницы широкие, да? Они очень хорошо проходимы по снегу, по болоту. Да, но как бы немногие страны их покупают, в основном, такие страны, вот именно Швейцария, да? Вот из-за снега она их разработала. Ну, старые вездеходы, ну, как бы, работает, вот именно для логистики, будет в самый раз. 155 миллиметров, это уже можно сказать, что это основной халибр украинской армии, или у них все еще эти советские? Не, однозначно уже больше натовского, потому что потерь же у них тоже есть. Однозначно, однозначно. Кстати, в Украине холод не только натовскими стандартами, но и этими советскими стандартами, то есть в этих странах в Восточной Европе растет производство снарядов 122, 152, но не успевают, но не успевают. Вот обе стороны истощены, Гела, обе стороны, ну, к чему пришли они? Тысячу километров, более 1200, по-моему, линии фронта, они все сжались на линии фронта шириной 50 километров, это Солидар, Бахман. Обе стороны истощены. Я же говорил, у российской армии тоже голод с боеприпасом, сейчас это и подтверждает все, что у них тоже есть голод с боеприпасом. Вот, вот так. И мы переходим к вопросу, скажем так, главное блюдо это танки. По поводу танков, ну, давно шли разговоры и так далее, но вот наконец-то в целом два главы государства, каких? Великобритания и больше это очень и тоже сказали о том, что уже говорят, что будут передавать, будет возможность они передадут обязательно танки Леопард и Челленджер. Про Леопард тоже было бы интересно, наверное, нашим зрителям послушать, но про Челленджер это название красивое. да, да, редкий зверь. Дело, в мире оружие так же, как, скажем, айфон, да, есть айфон 11, айфон 12, айфон 13, но у Леопарда около 10 модификаций, 2, а4, 2, а5, 2, а6, 2, а7, еще разные модификации, и я не совсем знаю, какую модификацию именно передадут, но однозначно, однозначно, самые лучшие танки в мире, и это спорный вопрос, какой лучше, Абрамс или Леопард? Два самых лучших танка в мире, я считаю, что это Абрамс и Леопард. Кстати, Леопард дальнобойный танк, чем Абрамс. Мерседес и БМВ? Да, 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 очень хороший танк, очень хорошо себя рекомендовал. Воевать будет проверенный временем, проверенный в боях, в различных климатических условиях, это очень важно. Чего не скажешь о Челленчах. Я не зря его назвал редким зверем. Однозначно, однозначно, многие специалисты сравнивают дальность его прямого устрела даже меньше, чем у российских танков. Ниже удельная мощность, что-то удельная мощность, то есть, скажем, сколько лошадиных сил тяги двигателя падает на внутренний вес. Он не такой мобильный, как Абрамс, не как Леопард. И стреляет не так точно, не так далеко, как эти танки. воевал в Ираке, участвовал в Ираке, на его счету около 300 подбитых иракских танков. Однако, однако, сами англичане и в этом есть в открытом доступе в Сити, скажем так, не заинтересованное экспертное мнение, что танк-челленджер сырой. Вот Гела, у него даже нет такой вещи, как автоматическое сопровождение. Но это как бы уже 20 лет уже на многих танках есть. Знаешь, что это автомат сопровождение? Ну, я думаю, так цель сопровожать автоматически, да? Да, да, ну, вот в клипах видишь, видишь, танк гуляет, там ходит, а ствол смотрит в одну точку. То есть у него старая архаичная система управления огнем. вот как-то так. Вот насчет этого танка мне бритые могли бы дать больше. А у них есть челленджеры? Кроме челленджеров не что-то есть? Нет, нет, челленджеры их не основной боевой танк, но здесь я имею что, они отдают 10 штук, но могли бы дать больше. Просто они просто не знают, что танк-челленджер самый лучший танк в мире. У них была большая программа Челленджер 3. Они что-то начали, что-то стали делать, но дело в том, что во всем мире стал меняться взгляд на роль танков на поле боя. и поэтому военная мысль еще не пришла к консенсусу, что делать танк. Поэтому Челленджер 2 это танк, скажем так, 10 танков, но это не Леопард и не Аббарс. Понятно. Но все-таки Леопард или Аббарс? Дело. Для Украины лучше Леопард. Почему? У Аббарса газотурбильный двигатель он сделал на базе двигателя от истребителя. Он очень прожорный. Он очень прожорный. По этим вот именно вот из-за этого я считаю, что Украине нужно больше Леопарда. А у Леопарда обычный дизельный двигатель Лей-Соляр и использован. Но правда некоторые не понимают, говорят, истребительное топливо можно заливать, нет родных. Американская техника не такая, что какое-то любое топливо можно было заливать. Это будет очень трудно обеспечить топливо топливо. А то есть вообще специальное топливо будет быть не специальное топливо Агела. Скажем так, топливо, которое используется даже для истребителей в Америке, оно разное. Имеет различные стандарты. И скажем так, может там не такая большая разница, но они привыкли работать по стандарту. У них топливо это по своим характеристикам близко к авиационному топливу. Это керохин. И как бы они если будут заливать некачественным топливом, то они ломаются. Они очень быстро сломаются. Именно поэтому я и американцы сами тоже говорят, что ребят, давайте не будем. Потому что в Иракской войне они свою получили. Там очень быстро фильтры забивались. То есть скажем так, до той войны, которая проходит в Украине, я думаю, что лучше подойдет Леопард. И кстати, он дальнобойный. По точности прямого быстрого. Я знаю, что весельника такая. столько весельника такая. чешская крауфандиковая компания «Подарок Путину» – хорошее название – успешно собрала новое средство на закопку 15 мобильных систем ПВО малой дальности «Виктор» наверное, а не «Виктор» для Украины. Это вот по поводу мопедов? Это для мопедов? Мопеды это медийная часть. Вот иногда медиа как бы позволяет создавать о войнах параллельные картинки. Не меньше, чем мопеды российские дроны камикадзе «Ланцет» концерна «Калашников» уничтожают артиллерию и боевую технику Украины на поле боя. И вот этот именно «Виктор» 14 мало. Надо хотя бы сотни штук, чтобы артиллерию, пушки, боевую технику. 15, слушай, 15. Ну 15, но тоже мало. Тоже мало. Хотя 100 штук. И она мобильная значит вот самое то дадут. Вот самое то. Техника идет и один рядом дежурит. Плюс у него есть дневной и ночной прицел. Вот Одессу провалили из-за того, что не додумались поставить ночные прицелы на полеметы, на пушки, на телевизионные камеры, которые есть в зенитно-ракетных комплексах. А у него тут есть дневной и ночной прицел. Наверное, еще и тепловизор поставят. Так что это очень важно. Это очень важно с точки зрения обеспечения безопасности своих войск на поле боя. Это даже важнее, чем войска ПВО страны ракетами различными другими средствами. Это очень хорошо. Килл, ты, наверное, видел, как по городу на пикапах пулеметы поставили, ездят. Ну, продолжение. Таких в Украине надо очень много. Вот именно кто сможет обеспечить себя от даров дронов камикадзе, тот будет иметь очень много преимуществ в этой войне. Вот украинцы стали тоже применять. Украинцы тоже стали применять и россияне применяют. Вот у кого противоядие, будет иметь преимущество. А так, ну, наверное, ты встречал видеоклипов, как ланцет, пушки, вот они именно пушки ездят. Пушки. три топора уничтожают, они самоконно-артиллерийские установки уничтожают. там он не такой большой, там взрывчатки мало, но пушки он уничтожает. Или, скажем, сау, если по стволу там или по двигателю тоже приходит негодяй, должен пойти на ремонт. Ну, так, значит, повреждения есть, уже нужно исправлять. Я думаю, что Виктор даже не 14 штук, а 100 штук нужно еще в Украину, чтобы через каждый километр стояли, дежурили и сбивали все. Если над Виктором поработать, если над Виктором поработать, помнишь, я охвалил гипарк? Он себя оправдал, да? Оправдал, да? Вот если над Виктором поработать, он может и кровать ротик тоже бывает. там просто немножко автоматики нужно поставить, немножко мозгов поставить и все. Собьет и крылатую ракету собьет. Истребители, вертолет, ну, зенитный пулемет 14,5. Правда, малого действия, но то, что нужно именно для поля боя. Ты знаешь, я сейчас вспомнил стихотворение, вот был у меня такой в детстве сборник британских, стихотворительных писателей, гвозди подкова. Там, когда не было гвоздя, подкова пропала, подкова пропала, потом, значит, лошадь захромала, лошадь захромала. Командир убит, значит, командир убит, армия разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щегать, потому что в улице не было гвоздя. Вот примерно то же самое у нас получилось с Виктором, потому что какая вот маленькая деталь, а жизнь состоит из деталей. Какая вот маленькая деталь, она может дьяволу в деталях. Так всегда будет. Теперь перейдем на такие спорные моменты, я у тебя хочу спросить. Ну вот, есть информация о том, что были опубликованы фотографии десятков БТР-Пантера Т-6 в Украине, а ни одна страна как бы не поставляла эти БТРы. Как такое возможно? То есть какие-то тайные поставки вообще возможны? Конечно. Я эту новую пропустил, дело я не встречал, но на фоле боя много чего есть, которых вообще не обговаривают. Начнем с французских мин, противотанковых мин, с датчиками движения, или скажем фирменских минометов, или швейцарского какого-то оружия. Я говорю, не все же проходит мимо наших. Много чего проходит мимо наших глаз, наших ушей. Не все афишируется. Есть страны, которые передают оружие, но они как бы просят, что бы в этом нигде ничего не выскакивало. Что история с турецкими кассетными боеприпасами? Турция отрицает, что она поставляла, русские говорят, что поставили. не это не русские сказали, это сказал форик полоси. Первая статья вышла там, форик полоси. А до этого еще Орикс говорил, что Турция поставила реактивную систему запового огня, ТЛГ-230. Ну, сказали, сказали, то есть не применение кассетного оружия, и применение турецких реактивных систем запового огня на поле боя мы не видели. И тут желание, скажем, украинской стороны прикрыть информацию, это не выход из положения. Вот я, например, анализирую информацию с двух сторон. Это бы выскочило, потому что всегда остаются фрагменты. Если даже бомба, ракета взрывается, остаются фрагменты. И по этим фрагментам можно судить, что передавалось какое-то оружие. Так что если полец говорит, что не передавалось, я, и тем более, не вижу на поле боя признаков, я думаю, что, скорее всего, фрагменты ошибся. И Орикс тоже ошибся, потому что невозможно, чтобы реактивность залпового не работает. Первые попадания, первые попадания, до нас это уже знают русские, потому что они смотрят облобок, ага, такая-то ракета, такого-то комплекса. И они бы в этом стали говорить, но они же молчат. Или они об этом бы промолчали из политической, из чувства политической целесообразности. Тоже вариант? Нет, именно это тот инструмент, которым иногда Россия колет Турцию. Они обязательно по этому сказали. Обязательно. Есть же и такие нейтральные военкоры, которые не особо трогают, они говорят, что в определенных пределах говорят, что хотят. Я про российских военкоров. Так что это выскочило. Скрыть это невозможно. Невозможно скрыть. Ну, и не могу с тобой не поднять эту тему. В принципе, я просто тебя попрошу быть максимально откровенным, невзирая ни на что, про историю с грузинскими Буками. Понятно, что там больше политики, чем военная часть. Тем не менее, Буки, которые, ну, там, правда, говорили, передали, не передала, купили, хоть и по остаточной стоимости на Лузе покупала оружие в Украине. Кстати, Украина была единственной в мире, которая нам продавала тогда оружие. Еще были израильтяне, но израильтяне, они смодернизировали, например, те же украинские танки были модернизированы, или беспилотники поставили разведчик. Ну, не летальная была. А Украина вот это. История с Буками меня первый раз я столкнулся в Украине в 2008 году. Я приехал туда в ноябре месяце, и вот как раз Украину сотрясал этот скандал, потому что один один из Буков они вытащили с боевого дежурства под Киевом. Да, была очень такая история. Кела, я иногда понимаю, что люди воюют, людям сложно, но я свою точку зрения бы сказал в Фейсбуке, если бы вы передали просто так, с условием, что в нужный момент Грузия их вернёт, по поводу Украины я бы считал железобетон. Ребята, люди у вас за свои деньги купили зенитно-ракетный комплекс, и Грузия, Грузия, и Азербайджа, и Казахстан имеют повышенный риск конфронтации, военной конфронтации с Российской Федерацией. Вот как в таких условиях остаться беззащитным? Другое дело позиция грузинского государства. Это другое дело. Могли, не могли, но как бы и сказать, что мы их попросили, они не дали, но вам вы многих что-то просите, вам многие в чём-то отказывают, почему именно на Грузию вы наехали. Я считаю, что тут есть и политика. Нет, конечно, я поэтому и сказал, что в основном политика, но как-то так получается, понимаешь, в чём дело, я вот с нашими тоже говорю, как так получается, да, правильно, есть Азербайджан, есть Казахстан, который ограничит с Россией, кстати, только Азербайджан, Казахстан и Грузия ограничит с Россией, остальные есть Белоруссия, Украина, и Балтия, Балтия члены на то. Но при этом смотри, какая ситуация сложилась. Мы же члены Рамштайна, а члены Рамштайна же должны оружие поставлять, мы не поставляем. Гелор, мне трудно упрекнуть симпатиях к вашему правительству, но именно линия проведения вашего правительства позволяет выживать выживать. Мы очень большая страна, мы очень маленькая страна, извините ошибки. И это надо понимать. Вы Рамштайне, но мы не Турция. И мы не Турция. Надо учитывать политическую комиктуру. Россия даже в таком виде может сделать вам очень много плохого. И экономически, и политически. Россия стоит щелчок пальца разжечь ваши конфликты. И я опять-таки повторяюсь, я не являюсь симпатантом вашего правительства. Я догадываюсь. Но ее подход, ее взвешенное политика, вынужден. Можете, не вынужден. Все мы знаем, что Иванашвили как бы у вас сами знаете, что как. Но если бы вы сделали по-другому, я думаю, что все всякое может быть. Очень маленькая страна. Очень маленькая страна. Даже в нынешнем виде Российской Федерации ничего не строит устроить вам провокацию на оккупированных территориях. Начать возгорание конфликтов. Я во главе угла ставлю это. А хорошие у вас правители, плохие у вас правители. Политическая реальность, политическая конъюнктура в данное время требует этого. Но гуманитарной помощи грузия на правительственном уровне могла бы сделать больше. на самом деле гуманитарной помощи у меня нет вопросов, потому что они действительно делают. Население делает дело, государство... у них знаешь, какая проблема, если мы говорим об общем, у них проблема в ритолике. Когда ты начинаешь говорить о том, что вот в Украине война, потому что они допустили войну, а мы не допускаем войну, это пошло и подло. У них проблема в ритолике. Хотя я считаю, что сейчас такая ситуация, что если бы мы больше действительно рисковали, мы были бы больше защищены, чем когда мы не рискуем. В итоге, по большому счету, потом. Но это так. Это дискуссионный вопрос. Это дискуссионный вопрос. У вас одна война уже была. Из-за вашей неосторожности. Это не была неосторожность, вас заставили. У вас уже одна война была. Я думаю, что рисковать еще раз, но это дискуссионный вопрос. Просто я понимаю другое, что когда нам потребуется помощь, чтобы не было развода, ребята, а вы же в свое время не были последовательны на этом вопросе. Тоже вопрос, да? Увы. Да, тут много политических нюансов, а я стараюсь в это не лазить. Россия, говорят, тоже готовится к наступлению. И вот это наступление, это наступление от отчаяния, или это наступление, которое несет военную составляющую, не политическую, я подчеркиваю, политическую, само собой, военную. Я тебя понял, я тебя понял. Гела, Российская Федерация в последний месяц учитывает медийную сельсообразность, не военную, не политическую, медийную сельсообразность, им нужно чем-то кормить свое население. Это первый момент. Второй момент, второй момент. у России голод боеприпасов, голод в боевой технике. Линия фронта более тысячи километров, Россия наступает, Россия пытается наступать на фронте шириной 50 километров. Это Бахмут и Солитар. На больший личный состав есть, мясо есть, но нет того количества артиллерии, того количества боевой техники, чтобы из этого мяса сделать боевые подразделения для крупномасштабных наступательных операций. И вот ты очень хороший вопрос сказал, буквально вчера как бы у меня есть возможность смотреть на психологическое состояние населения Украины. В Киеве опять панические наступления, что будет наступление в Киев. С Беларусью. Ну, с Беларусью, ну, родные вы мои, ну, как вы можете позволить, я обращаюсь именно к медийному, к медиа, я обращаюсь к своему государству, как вы можете позволить, что ваше население поверило в такую новость. Если, если Россия будет планировать наступление из Беларуси, дело про Россию понадобится минутного месяца, чтобы перетащить войсковой контингент, скажем, 150 тысяч с техникой, с людьми на территории Беларуси. А почему, ну, как бы это движение начнется, вы узнаете, вы будете готовы, а почему начальник Киева дергается, что будет наступление из Беларуси. Ну, там 15 тысяч несчастновобранцев готовится воевать. Кто на вас наступать будет? Инопланетяне? Ну, то тут мы имеем и дело со спекуляциями, как бы, а вот то, что касается наступления российской армии, дело не с ресурсами, не обоих стран. Вот я до войны, как бы, не до войны, а еще до Нового года, как бы, где-то в середине декабря дал интервью, что, скорее всего, после Нового года мы увидим возможность наступления украинской армии. Но как украинская армия наступать? Эти Бредли, эти и другая техника придут в марте. Ну, что мы, мы теперь мы знаем, что до марта месяца украинская армия не сможет выполнять, что это масштаб наступательная операция. Вот то же самое с Россией, нету, нету припасов. Но если украинская армия еще более-менее как бы без артиллерии, как бы, без масштабного засеивания снарядами определенной площади еще воевать может, то Россия никак. Огневой вал, огневой вал, сирийский вал, они все выкрашивают артиллерии, после этого идут вперед, либо обороняются. А этих возможностей в российской армии уже нет. Поэтому я считаю, что российская... Не, ну, наступление идет и сейчас. Солидарии, Бахмуте, там идет наступление. Но это как бы локальные наступательные операции, а крупные или даже широкомасштабные наступления такой опции нет ни у одной из воющих сторон. В перспективе месяца до года. Я вообще подумал о другой вещи. Вот помнишь, когда обсуждали когда-то огневой вал во время битвы на Донбасс, что у них было очень много снарядов, и вот они стреляли, стреляли, стреляли. Неужели там в генштабе еще где-то не было людей, которые могли бы просчитать такой сценарий, что в конечном итоге возили снарядный голод? Тело. я думаю, что все-таки когда операции планируют чисто военные, и не, ну, как бы, вот и мы воевали, как бы, да, и что, как бы, но дело в том, что когда политическая целесообразность учитывает военную целесообразность, тогда можно достигать результатов. А вот если когда политическая целесообразность, или, скажем, сейчас вот медийная целесообразность перевешивает военную целесообразность, мы получаем такой результат. Вот кому сейчас СССР Бах, вот Солидар должен, да, вот я. Вот ты представь, сколько они тут артиллерии бахают. У них снарядный гол. Вот зачем? Ну, чтобы, скажем, 3-4 дня российская медийная составляющая орала, кричала, чтобы мы победили. Вот ответ на твой вопрос, Гела. Они сколько тысяч снарядов потратили вот на этот Бах, на этот Солидар? Вот ответ на твой вопрос. Не учитываясь, во голове угла не стоит военная целесообразность. А в войне, что еще можно учитывать, кроме военной целесообразности? Это политическая целесообразность, это медийная целесообразность, служат военной целесообразностью. А у них получается наоборот. Вот тебе и весь класс проблем. Ну, это странно, ну, странно, что может быть и хорошо, что это так, но все равно. Ну, это странно. Ну, согласись, что вы. Ну, я не знаю. У них всегда были проблемы со стратегическими планированиями. Даже и военные, как бы, у них не заточены на стратегическое планирование. это всегда было. И советское, и российское. Я просто-напросто хорошо, но там же, у них же в Генштабе, в том же и так далее, все равно сидят специалисты, которые говорят, вот здесь нужно выставить столько-то. Я про это говорил? Ну, понятно, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Слушают этих специалистов, Гела? Не слушают этих специалистов. Этих специалистов слушали, когда планировали эту операцию, Гела? Я вообще не знаю. Кто кому слушал? Кто кого послушал? Запланировали прогулку на территорию другого государства? Слушали этих специалистов? Абсолютно нет, да. Согласен, да, абсолютно не слушали, и всем казалось, что это будет прогулка. Ну, это, наверное, хорошо. Для нас-то хорошо, что вот так вот получилось, а не по-другому. Потому что если бы они бы еще служили бы специалистов, и правильно планировали бы операцию, тогда было бы гораздо хуже все, наверное. Скорее всего. Так. Ну, и в общем, я не могу у тебя не спросить про это не про Украину, это не про войну, это про визит министра обороны Италии Гвидо Крозетто в Баку. Интересный вид, учитывая то, что Италия, это, во-первых, это член НАТО. Ну, куда уж дальше. НАТО-НАТО. Во-вторых, это, так или иначе, третья экономика Евросоюза. В Германии и Франции. Из военного, я знаю, что, когда, это из детства, был такой фильм «Итальянский торговцы сверчил». Не знаю, ты смотрел или нет, как раз таки, как раз таки, про, человек занимается продажей оружия. Когда это «Итальянский торговцы сверчил». И концовка такая, но он левый такой, да, даже все левые фильмы переводили коммунистически. Из-за левых фильмов я Челентана помню и Спрут. Это само собой, да. А это, значит, и качается он тем, что он попадает куда-то в Африку, и он видит, как его оружием бомбят там деревню, и он, значит, ему от этого очень плохо, и он кается тем, что он торговец смертью. Вот я вот очень смутно допомню, так или иначе. Италия, ее ВПК и возможности военно-технического сотрудничества между Италией и Азербайджаном насколько одни? Я скажу тебе, что это не отчет с нуля. С Италией у нас были различные военные сотрудничества, это обучение офицеров, это участие по различным мероприятиям в Италии, и кроме этого серьезно обсуждался и обсуждается вопрос закупки легких учебно-боевых самолетов производства концерна Леонардо для азербайджанских военно-воздушников. Это название Леонардо. Да, да, да. Но это они несколько компаний собрали, и Италия это страна с развитым оборонпромом, ты верно указал, и причем Италия это страна, которая, скажем, не создав проблем для нас в случае желания, нашего желания купить какое-то оружие. Скажем, ни ни Германия, ни Франция не особо охотные тут на продажу оружия нашей стране. Так что это, скорее всего, закономерность Келла. Тут ничего такого удивительного нет. Мы страна, которая начинаем перенимать передовой опыт стран НАТО. Скорее всего, к 2025 году мы выйдем на все стандарты НАТО, и нам нужно будет НАТО оружие. В этом ключе я считаю, что это нормальный естественный процесс. Очень интересно, потому что я хотел сказать, что итальянское ВПК я мало знаю, я мало знаю вообще про ВПК, не просто итальянское, вообще в принципе про ВПК. Дело, комплекс противоракетной обороны Петриот, аналог Петриота, Мамбо, Италия и французская разработка, у Италии очень хороший оборонительный промышленный комплекс. Ты сказал о переходе на стандарты НАТО. Обычно, когда говорят о Азербайджане, переходят на стандарты НАТО, обычно говорят про Турцию, Турцию, ближайший военно-политический союз. А у Турции все стандарты надо? Ну да, это автомат. Это автомат. Я говорю, что это. Ну, сейчас в Италия добавляется. Как ты считаешь, вот то оружие, которое в свое время закупал в конечном итоге пойдет процесс замены его на татарские образцы или это просто будет дополнение? Что-то будет дополняться, что-то будет вообще списываться, что-то будет закупаться. Это не только проблема Азербайджана, это и проблема Грузии. Это проблема всего постсоветского пространства, а также стран, которые были заточены на покупку какого-либо оружия, боеприпасов, военной техники с Российской Федерации. Даже если война в Российской Федерации завтра остановится и снимут все санкции экономические с Российской Федерации, Российская Федерация долгое время будет восстанавливать свою обороноспособность. она в большей степени выйдет из рынка оружия. И все это надо будет менять. Это будет очень затратно, это будет очень затратно. Я об этом свою позицию кстати даже в Фейсбуке обговаривал, что нужно соединение ущелья всех этих стран для того, чтобы выйти из проблемы с экономической выгодой. Потому что речь идет о миллиардах долларов. Скажем, мы дефиццировали, мы закупали оружие не только в России. Это основные экспортеры оружия к нам это Израиль, Турция, Россия. А скажем, в такой стране, как Казахстан, там 90% в России. И что эти люди будут делать? Все страны получили большой вызов для своей национальной безопасности, причем на долгосрочную перспективу. И с этим надо будет что-то делать. Ну что ж, наверное, с этим надо будет что-то делать, но это хорошо, что с этим надо будет что-то делать. Было бы хуже, если бы не было бы такой задачи, не стояло бы, все бы говорили о том, вот есть Россия, есть и все и как были довольны и счастливы. А сейчас нет, сейчас не все довольны, не все счастливы, и это правильно, и это хорошо. Огромное тебе спасибо, спасибо за очень интересную беседу, я думаю, что получили массу практической информации наши зрители, и думаю, что стали ближе к пониманию реального положения вещей, которые существуют сегодня. Это важно, важно, релевантно воспринимать события, потому что мы все на эмоциях, мы все издеванные. Но, как ты сказал, в первые дни войны в дому пожарищ и сражений рождается великая нация. Родилась Келла, уже родилась, родилась, воюет. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Удачи, победы, Украине. Всем хорошего, всем всего хорошего.